Поместим получившийся компонент на странице в публичной части и откроем его настройки. Пока нас интересуют настройки именно ЧПУ режима. Включаем поддержку ЧПУ, задаем каталог ЧПУ относительно корня сайта. Страницу общего списка оставляем такую же как каталог. Страница детального просмотра будет у нас семинар ID и страница регистрации семинар ID слэш-регистр. Сохраняем получившиеся настройки. Протестируем работу ЧПУ. Сейчас мы находимся на главной странице раздела и на экране у нас отображается лист, что соответствует шаблону лист.php Давайте добавим к URL-адресу произвольное какое-то число, например 15 и слэш. Следуя логике настроек ЧПУ, это будет соответствовать странице детального описания семинара. То есть должен подключиться файл шаблона detail.php. Если это так, мы сейчас увидим detail на странице. Так, то есть здесь настройка правильная, все работает. И теперь допишем в URL-адрес регистр, что по нашим настройкам будет соответствовать странице с формой регистрации. То есть файл form.php и надпись на экране сейчас должна быть форм. Что и получилось. Таким образом, в зависимости от настроек ЧПУ, которые мы задаем в параметрах компонента, мы можем влиять на структуру URL-адресов раздела. Для эксперимента давайте сейчас изменим страницу регистрации. Вместо регистр слэш сделаем регистр . Пусть будет html. Сохраним. И мы с вами попадаем опять на первую страницу раздела, так как не найден для текущего URL-адреса подходящий шаблон и компонент ставит значение по умолчанию лист. Попробуем все-таки попасть на страницу с формой регистрации. Для этого пропишем, так как и должно быть, так как прописано в нашем шаблоне регистр html. И мы попадаем на страницу с формой регистрации. Разумеется, никакой html страницы у нас не существует. И понятно, что такие же настройки мы можем задать для любой страницы комплексного компонента. Немножко усилим пример и сделаем вот так. Регистр семинара.id.html. В этом случае, если мы перейдем просто на страницу семинара 15, как у нас было раньше, мы опять попадаем на главную страницу, потому что это значение по умолчанию. Если же мы установим здесь 15 html, то мы попадаем на детальную страницу. Таким образом, мы убедились еще раз в том, что при помощи настроек комплексного компонента мы можем полностью управлять структурой URL-адресов текущего раздела. Теперь вернемся в файл компонент.php. И давайте посмотрим, как же он работает. Раскомментируем несколько тестовых выводов. Итак, наш компонент сейчас работает в режиме ЧПУ. И давайте посмотрим, что у нас приходит в массиве URL-темплейтс. Как мы уже обсуждали, URL-темплейтс формируется объединением двух массивов. Массивы Default URL-темплейтс и того, что приходит в параметрах. Давайте вот так мы раскомментируем и выведем не весь массив с параметрами, так как он достаточно большой, а только нужное нам значение. Сохраняем. Переходим в публичную часть и обновляем страницу. Итак, массив параметров. Лист пустой, detail.php.seminar.id и форм.seminar.id.register.html. Собственно, именно эти значения у нас и приходят фары URL-темплейтс. Теперь изменим текущую страницу. В режиме PHP кода удалим значение для detail.php. И оно у нас подставляется в URL-темплейтс из шаблона по умолчанию. То есть происходит объединение двух массивов. Default URL-темплейтс 404 и массивы из параметров. Да, еще раз у нас здесь в массиве отсутствует значение для detail и подставляется из дефолтного массива. Рассмотрим файл компонент PHP дальше. Чтобы не было путаницы, закомментируем тестовый вывод, который нам не нужен. Из массива с параметрами выведем другое значение. В следующем действии мы дополняем массив переменных значениями из псевдонимов переменных. Посмотрим на примере. Мы находимся на детальной странице и у нас есть значение seminarid равное 15. Но также у нас приходит URL-адрес и значение какой-то дополнительной переменной id равно 12. Предположим, что по логике работы компонента вместо переменной id нам нужна переменная элемента id. Для того, чтобы не приходилось писать какие-то сложные сопоставления, у нас и есть массив с псевдонимами. Что мы делаем? Во-первых, в файле параметр с PHP, там где у нас идут настройки переменных для ЧПУ. Для страницы detail мы указываем, что у нас будет приходить переменная id. В файле компонент PHP, там где у нас описание дефолтного массива переменных. Мы добавляем значение для detail. элемента id равно id. После этого распечатаем тестовый вывод и сразу же сделаем тестовый вывод массива ар-резалт, что у нас придет туда. Таким образом, мы видим, что в массив ар-резалт в реаблс у нас появилось две переменных семинара id равная 15 и элемент id равная 12. Хотя и в url-адресе у нас указано просто id. Но благодаря тому, что в массиве ar-rable или asys мы подставили значение элемент id соответствует id, все переменные инициируются совершенно правильно и могут использоваться дальше в коде. Опять закомментируем те массивы, которые мы уже рассмотрели и посмотрим значение переменной компонент page. Оно устанавливается в функции все компоненты джин парс компонент пас, который разбирает параметры компонента, массив с шаблонами, массив с переменными. На основании этих значений устанавливается переменная текущей страницы. Если установить переменную не удалось, то мы задаем для нее какое-то значение явно. В нашем случае это лист. Перейдем на страницу с детальным описанием семинара. Обновим ее. И получаем название detail-detail три раза. Дело в том, что два раза у нас выводится detail из файла компонент PHP и один раз из файла шаблона. Итак, у нас было определено значение компонент page, потому что оно соответствует текущему шаблону, который мы прописали в параметрах компонента. Попробуем сломать компонент и установить значение 15html. Мы сразу же попадаем на страницу лист, которую прописали как значение компонент пэдж, если ничто другое не найдено. Таким образом, логика выбора файла шаблона очень простая. На основании текущего URL-адреса, параметров компонента, массива с шаблонами URL и массива с переменными, определяется название файла, который будет подключен. Дальше название этого файла передается в функцию include component template. Точно так же происходит обработка в режиме не-чпу. Закомментируем тестовые выводы. Давайте подведем небольшой итог. Мы разобрали, как формируются URL-адреса в режиме чпу, как инициализируются переменные, как можно добавить свои псевдонимы переменных и как определяется файл шаблона комплексного компонента.